То, что на первый взгляд выглядит как предполетное испытание космонавтов, на самом деле исследование инвалидности. Здесь в Центре медико-социальной экспертизы определяют группу и дают рекомендации по реабилитации. Допустим, нуждается в социальной реабилитации, мы пишем, социокультурной. И каждая ведомство в течение трех дней разрабатывает мероприятия уже конкретно для этого пациента. Что они могут в этом районе, какие мероприятия рекомендовать. И проблема в том, что наши пациенты не доходят до соцзащиты, не доходят до службы занятости. Ну, со здравоохранением получше они в любом случае туда придут, просто придут. И эти мероприятия не выполняются. По статистике, самой востребованной остается техническая и медицинская реабилитация. За такую помощью инвалиды обращаются всегда и даже стоят в очереди. Мощность Республиканского социально-реабилитационного центра для инвалидов и пожилых – 600 пациентов в год. Такие же центры действуют в районах города и республики. Внимание здесь уделяют не только медицинской, но и социальной реабилитации. В индивидуальной программе Анатолия Драгина – освоение компьютерной грамотности, массаж и тренажер. Усиливаю мускулатуру пальца, чтобы мог дома таскать ульи. Иначе у меня пальцы-то не выдерживают. А раз я потренирую, думаю, они уже будут выдерживать. В общую систему взаимодействия по реабилитации инвалидов включены учреждения здравоохранения, образования, соцполитики и спорта. Для них это обязательная работа. Инвалид же вправе отказаться целиком от всей программы. В столичном списке службы занятости, например, более 7 тысяч инвалидов. Трудоустроить возможность есть, говорят специалисты центра. На деле в службу занятости обращается только каждый 15-й направленный сюда инвалид. По прошлому году до нас дошло 545 человек. Практически, тем не менее, мы и более половины их трудоустроили. То есть потенциал у нас в принципе есть. А та программа, которая к 2020 году говорит о том, чтобы не менее 50% трудоустроить инвалидов, она в принципе уже выполняется от тех, кто дошел до нас. Средства на создание реабилитационных программ затрачиваются огромные, а спрос на них невелик, делают выводы эксперты. Что нужно исправить, этот вопрос внесен на рассмотрение Госсовета Республики. Парламентский час состоится 28 марта. Елена Керн, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия».